Налево засинели Хвалынские горы. Товарищ Хведин глядел в бинокль. Город Хвалынск, ленивый и сонный, яснее проступал за кущами деревьев. Здесь должны были брать нефть. Сиденький капитан стал около рулевого. Река разделялась на три русла, огибая наносные тальниковые острова. Фарватер был капризный. Хведин подошел к капитану. В городе ни одной души не видать. Что за штука? Нефть нам нужно брать обязательно, как хотите, сказал капитан. Надо так подваливать. Пароход, проходивший у самого острова, где ветви осокари почти касались колесных кожухов, загудел, стал поворачивать. В это время с острова из густых тальников закричали отчаянные голоса. Стой, стой, куда вы идете? Хведин выдернул из кобуры револьвер. Команда отхлынула от борта. Закипела вода под пароходными колесами. Стой, жестой кричали голоса. Шумели тальники. Какие-то люди продирались к берегу. Появились красные взволнованные лица, машущие руки. Все указывали на город. Ничего за шумом нельзя было разобрать. Хведин покрыл, наконец, всех морскими словами. Но и без того было все понятно. В городе у пристани появились дымки. По реке раскатились выстрелы. Хвалынск был занят белогвардейцами. Люди на острове оказались остатками бежавшего гарнизона, частью местными партизанами. Некоторые из них были вооружены, но патронов не было. Красноармейцы кинулись в каюты за винтовками. Хведин сам встал за капитана и ругался на всю водную ширь такими проклятиями, что люди на острове сразу успокоились, на лицах появились улыбки. Хведин сгоряча хотел было сразу атаковать город в лоб с парохода, высадить десант и расправиться. Но его остановил Иван Ильич. В коротком споре Телегин доказал, что атаку без подготовки производить нельзя, что непременно ее нужно комбинировать с обходным движением, и что Хведин не знает сил противника. И может, у них артиллерия? Хведин только заскрипел зубами, но согласился.